МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый полёт в космос, страна ликовала. Люди испытывали неподдельную гордость за своё государство. С того дня началась новая эра. Эра полётов человека в космос. О профессии космонавта мечтали все мальчишки Советского Союза. Космонавтов знали поимённо. А для жителей Луганщины была особая гордость узнать, что среди покорителей космических высот есть те, которые взрастила наша Земля. Их было трое. Георгий Шонин, Георгий Береговой, Владимир Ляхов. Георгий Шонин родился 3 августа 1935 года в Ровеньках, Луганской области. Но прожил здесь недолго. Его детство и юность прошли в городке Балта, Одесской области. Поэтому в отряде космонавтов его называли Жора из Одессы. О его привязанности к городу своего детства говорит тот факт, что через неделю после того, как Георгий Шонин совершил свой первый и единственный полёт в космос, он приехал в Балту повидаться с земляками. В отряде космонавтов у Георгия Степановича было и другое прозвище – хулиган. Вспоминая своё детство, космонавт говорит, что так и было когда-то. Рос без отца, который погиб на фронте, учился, неважно, большую часть времени проводя на улице. Но, будучи подростком, он осознал, что самая большая его мечта – мореходка. И Жора полюбил учёбу, к радости матери, которая на последние деньги покупала ему книги. Моряком Георгий так и не стал, но жизнь решил связать с морской авиацией. В 1957 году он окончил Ейское военно-морское авиационное училище. А через три года, в марте 1960-го, Георгий Шонин был зачислен в первый отряд космонавтов СССР. Это стало большой радостью, с одной стороны, но впоследствии и большой трагедией его жизни. В первом отряде космонавтов было вначале 20 человек. Вскоре осталось всего лишь 12 лучших, которые вместе начали тренировки, обучение и подготовку к первому полету человека в космос. И каждый в душе надеялся, что именно он станет первым космонавтом планеты. Георгий Шонин не стал первым, впрочем, ни вторым, ни третьим. Он был в резерве, наблюдая за тем, как его товарищи, пришедшие в отряд позже его, отправляются на покорение космоса. Каждый раз, когда казалось, он уже был близок к цели, появлялись обстоятельства, которые не давали осуществиться его мечте. После долгих девяти лет ожидания, наконец-то, пришел и его час. 11 октября 1969 года стартовал корабль «Союз-6». Командир корабля Георгий Шонин, бортинженер Валерий Кубасов. Продолжительность полета составила четверо суток, 22 часа и 42 минуты. Это был первый в мире полет сразу трех кораблей. Вслед за «Союзом-6» в космос отправили «Союз-7» и «Союз-8». По прибытии на Землю космонавт Георгий Шонин удостовелся звания Героя Советского Союза. Вскоре после возвращения Георгий Степанович начал готовиться к следующему полету, которому не суждено было осуществиться. Из-за сильных перегрузок и физических, и моральных Георгий Шонин начал выпивать. Его отстранили от подготовки к полетам. И вся его боль заключалась в одной фразе, которую он сказал когда-то одному из своих командиров. «Заберите мою звезду Героя, заберите погоны полковника, но разрешите хотя бы еще раз полететь в космос». Но Георгий Шонин был переведен на нелетную должность. К его чести нужно сказать, что он преодолел проблему алкоголя и последние годы не пил совсем. Это получается только у сильных, волевых личностей. Он продолжал службу в авиации, получил звание генерал-лейтенанта, служил заместителем командующего воздушной армии, командующим авиации, начальником военного научно-исследовательского института. В 1990 году Георгий Шонин был уволен в запас. «Наша встреча с ним состоялась в конце 80-х годов, когда мы, два сотрудника музея, приехали в командировку в Москву. Мы нашли его по указанному адресу, это была его работа. Нас встретили люди в военной форме. Нас очень тепло принял Георгий Степанович. На его кабинете была надпись «Командир воинской части». Был чай, были какие-то сладости, конфеты. Он нам очень много рассказывал. Он нам очень много подарков сделал, вот именно по космической тематике. Но был такой случай, когда мы неискушенные в военных тайнах задали ему вопрос, Георгий Степанович, а где мы с вами находимся? Вы знаете, он улыбнулся своей такой голливудской улыбкой и сказал, ну не помню дословно, но это был вот такой смысл в сказанном. Какая разница, вот где мы сейчас с вами сидим. Главное, что вот наша встреча состоялась. Мне приятно видеть своих земляков. И у нас вот такой прекрасный, теплый, душевный разговор. А уже много лет спустя, когда я смотрела его биографию, я поняла, что мы были в то время в НИИ. Авиация и космонавтики ВВС СССР. То есть это была, естественно, засекреченная военная фирма. И он ее тогда возглавлял. Человек этот запомнился вот таким человеком-звездой. Теплым, энергичным, светящимся, но совершенно не звездным. Очень простым, очень доступным. И благодаря, конечно, Георгию Степановичу наш музей имеет очень интересные экспонаты, посвященные космической тематике. Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, генерал-лейтенант запаса, наш земляк Георгий Шонин ушел из жизни 6 апреля 1997 года. Он был 17-м советским космонавтом. Георгий Шонин оставил нам на память книгу, которая называется «Самые первые», и в которой говорится о членах первого отряда космонавтов, и в том числе о трагедии тех из них, которым так и не суждено было участвовать в космических полетах. Он был самым старшим в отряде космонавтов, и свой первый полет в космос совершил в возрасте 47 лет. Помогло отменное здоровье и огромное желание полететь в космос. Георгий Береговой родился в Полтавской области 15 апреля 1921 года. Школу окончил в Янакиво, а во время учебы был руководителем городской секции авиамоделирования. В 17 лет он начал трудовую деятельность на Янакивском металлургическом заводе, но его главной мечтой было небо. И после работы юноша бежал на занятия в местный аэроклуб. Георгий Береговой не родился на Луганщине, но можно сказать, что именно наша земля дала ему путевку в жизнь. Наш город Луганск, когда прошел в Град, действительно стал для Берегового городом, который подарил ему мечту. Потому что в 1938 году он поступил в Ворошлавградскую школу летчиков имени пролетариата Донбасса, окончил ее через два с половиной года, в июне 1941 года. И, конечно же, сразу после окончания он попал на фронт. 186 боевых вылетов. Летчик, командир звена, командир эскадрильи, вот такой его послужной список в годы войны. А 26 октября 1944 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза. По окончании войны Георгий Береговой поступил в высшую офицерскую школу. Помимо этого он закончил курсы летчиков-испытателей. И за период с 1948 по 1964 год он поднял в небо и испытал десятки видов самолетов. В этот период он получил звание заслуженного летчика-испытателя и окончил военно-воздушную академию. Все, что было связано с небом, было его страстью и интересовало его. И в небе он чувствовал себя на своем месте. Однажды во время медицинского осмотра, когда Георгию Тимофеевичу было уже 42 года, врач пошутил, с вашим здоровьем можно и в космонавты. Эта шутка была воспринята Береговым как руководство к действию. Хотя, казалось, эту задачу невозможно было осуществить, прежде всего возрастной ценз. В отряд космонавтов принимали опытных летчиков до 35 лет. Береговой на тот момент стал исключением. Он был самым старшим в отряде космонавтом и единственным фронтовиком, но его энергии и упорству могли позавидовать молодые. Он учился и тренировался наравне со всеми, потому что была цель. Он покорил небо и хотел покорить космос. Его полет состоялся 26 октября 1968 года на космическом корабле «Союз-3». Полет продолжался трое суток, 22 часа, 50 минут. По прибытии на Землю Георгий Береговой был награжден второй медалью «Золотая звезда» и стал дважды Героем Советского Союза. Нужно сказать, что Георгий Димофеевич был деятельным человеком и не умел отдыхать. После полета в космос в 1972 году он был назначен начальником Центра подготовки космонавтов. Одновременно вел общественную работу, был депутатом Верховного Совета СССР. Он защитил диссертацию и стал кандидатом психологических наук. Помимо этого у него был дар слова, и космонавт находил время для написания книг. Вот только его железное здоровье начало давать сбои. Генерал-лейтенант авиации, летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Георгий Береговой, умер 30 июня 1995 года во время операции на сердце. Его жизнь была примером упорства, тройдолюбия и мужества. И показала, что если есть благая цель, то ничего не сможет остановить на пути к ее достижению. Космонавт Владимир Ляхов в шутку назвал себя троечником, потому что в школе учился на тройке, а потом, чуть позже, три раза побывал в космосе, совершив при этом три выхода в открытый космос. Провел 333 дня на орбите и трижды стал героем. Дважды Героем Советского Союза и Героем Республики Афганистан. Владимир Афанасьевич Ляхов родился за два дня до начала Великой Отечественной войны. 20 июня 1941 года в городе Антрацит Луганской области. Его отец погиб на фронте. Семья Ляховых жила небогато, учиться Володя не любил, но зато был звездой школьного оркестра. Поэтому у юноши была заветная мечта – стать музыкантом. Впрочем, вскоре одна мечта сменила другую. Когда-то мать рассказала парню о том, что его отец хотел стать летчиком, и мечты отца воплотились в его сыне. Владимир Ляхов окончил Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков. И с 1964 года приступил к службе в авиационных частях военно-воздушных сил СССР. Через год был зачислен в резерв отряда космонавтов. А с 1967 года уже был в отряде и приступил к тренировкам и обучению. Одновременно учился в военно-воздушной академии. В его космической биографии было три полета. Первый полет в качестве командира корабля «Союз-32» совместно с бортинженером Владимиром Рюмином состоялся 25 февраля 1979 года. На то время это был рекордный по продолжительности полет. Он продолжался 175 дней. Во время полета создалась внештатная ситуация, и космонавтам пришлось выходить в открытый космос. Второй полет космонавта Владимира Ляхова тоже был продолжительным – 149 суток. Космический корабль «Союз-Т-9» стартовал 27 июня 1983 года. И опять во время полета ЧП. Раскрылась одна из панелей солнечных батарей. Для устранения неполадок пришлось два раза выходить в открытый космос. Каждый раз – продолжительностью около трех часов. Третий и последний полет в космос состоялся 29 августа 1988 года. Владимир Ляхов был командиром советско-афганского экипажа. Владимир Ляхов оставался в отряде космонавтов до 1995 года. Продолжал заниматься общественной деятельностью. При его участии в Москве была создана Ассоциация «Лугань», которая объединила луганчан, проживающих в Москве. В 2006 году Владимир Ляхов был избран почетным президентом Московской Ассоциации «Лугань». Наш земляк, летчик-космонавт и дважды герой Советского Союза, генерал-лейтенант Владимир Ляхов проживает в Москве и не забывает о нас. Иногда приезжают повидаться с земляками. А в областном кровеческом музее на память о покорении космоса хранится множество экспонатов, подаренных нашим земляком. Самый дорогой подарок во всех смыслах этого слова – это скафандр Владимира Афанасьевича Ляхова, который он нам подарил в музее. Это ложемент его же. Это такое кресло, похоже на ванночку, в которых космонавты находятся во время спуска на Землю. Причем очень интересно делают его индивидуально для каждого космонавта. Делают слепки гипсовые. То есть каждый космонавт имеет вот такой индивидуальный ложемент. И, конечно же, можно говорить очень много о самом скафандре. Он состоит из нескольких слоев. Там очень много различных приборов. То есть скафандр должен человека оберегать от вредного воздействия космоса. И самое главное его назначение – это сохранить космонавту жизнь. Вот вы видите на нашем скафандре есть перчатки. Перчатки очень интересные. В них можно прикасаться к объекту, раскаленному до 150 градусов. Причем ни руки, ни перчатки, никакого вреда не будет. Ботинки у скафандра делают одного размера – 44. То есть какой бы размер у космонавта ни был, главное, чтобы не больше этого размера. Если меньше нога, вставляют специальные супинаторы. То есть в условиях невесомости не играет значение большой ботинок, насколько он большой. Конечно же, гордость нашей коллекции – это космические инструменты. Это молоток, это отвертка. Молоток отличается от земного тем, что он безинерционный. То есть если земным молотком мы будем забивать тот же гвоздь, молоток будет отскакивать по инерции. В космосе это недопустимо, потому что космонавт на этом молотке может улететь достаточно далеко от космического корабля. Представлена перчатка от скафандра, в котором он выходил в открытый космос во время полета в 1983 году. Также представлены продукты питания космонавтов. Это тубы, которые уже являются музейной редкостью, потому что сейчас космонавты не берут продукты питания в тубах. Космос – неизведанный, таинственный, манящий. Со множеством пока ещё не разгаданных загадок. И сколько ещё предстоит узнать. Но на космической орбите уже оставлен наш, Луганский, след. Субтитры подогнал «Симон»